На прошлой неделе в Касимове произошло настоящее ЧП, один из самых известных федеральных памятников архитектуры в нашей области, да и в стране, лишился стены. Так называемые торговые ряды или каменные корпуса, веками украшавшие центр города, остались без своего старшего брата. А больше всего поразило то, что многие жители Касимова впервые услышали о произошедшем от нашей съемочной группы. Так может и местные власти также еще не в курсе событий? Ну это я ничего не знаю с по этим поводом. Я еще не видела, какой каменный корпус, во-первых. Не знаем ничего. Каждый четверг и воскресенье в Касимове на площади Соборной проходит рынок. Это значит, что каждый корпус окружен десятками торговых палаток. Можно сказать, еще повезло, что обошлось без жертв. Рядом с рухнувшим корпусом располагается несколько школ, храм и музей. Страшно представить, что инцидент мог бы иметь еще более плачевные последствия. А ведь совсем недавно в здании располагались торговые залы. Наверное, стоит лишь радоваться, что у предпринимателей в какой-то момент не срослось. И внутри не оказалось ни людей, ни товара. Кроме того, те же самые школьники часто проводили время на полузаброшенном памятнике. Опять же, повезло. Сразу же после происшествия та территория, на которую упала большая часть кирпичей и другого строительного материала, была тут же огорожена. Это нас очень радует, но смущает нас совершенно другая деталь. Стоит подняться по лесенке на крылечко и, пожалуйста, проход открыт. Здесь, именно на этом разрушенном корпусе, любой представитель Касимовской молодежи может завершить свой прекрасный вечер. Уже год назад было прекрасно видно, что зданию долго не стоять. Стена угрожающе нависла над узким проходом. Так почему же ей дали упасть неслыханный случай халатности, помноженный на Касимовский начальственный авось? Наверное, надо было раньше делать ее. Наши, как бы, мэр наш только себе, наверное, в карман вложит, я так понимаю. Реставрировать вещи надо вовремя. Я считаю, что это очень ужасно. И что надо все время делать ремонт в городе. А если говорить о том, что это здание является памятником? Вот именно. Вот именно. Поэтому на это надо еще больше внимания обращать. Пострадать люди могли. Следить надо было. Вот все, в принципе. И дайте Бог, чтобы у нас ничто не рушилось, а только созидалось. Нам оставили великое наследие. Будь то Рязань, Касимов, Клепики или Шилова – неважно. Везде, в каждом городе нашего региона и России в целом есть свои, оставленные зодчими архитектурные драгоценности и украшения. И именно сегодня, при нынешних районных начальниках, мы начали их терять. Вот такая она страна. Ну, сами знаете кого.